МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Футбол любительский, а вот страсти настоящие. Команда профсоюз КамАЗа пробилась в высшую лигу городского чемпионата. Группа наладчиков прессово-рамного завода КамАЗа прошла обучение в Германии. Осваивали все тонкости программирования роботов компании Кука. Эти знания специалисты применят на новой линии изготовления алюминиевых топливных баков. Ее строительство завершается на площади порядка тысячи квадратных метров. И уже в январе наладчики приступят к запуску оборудования. Вадим Горифьянов работает наладчиком 8 лет. Сергей Захурдаев 15. И хотя опыта у каждого достаточно, во время обучения открыли для себя много нового и интересного. Учебный центр, где занималась группа, оснащен основательно. У каждого слушателя был в распоряжении свой робот. На новой линии им предстоит обслуживать аналогичных. Двух для транспортировки топливных баков и двух для сварки с лазерным контролем шва. На робот устанавливается камера лазерная, и она следит за кромкой шва и автоматически корректирует программу, чтобы сварка шла именно в нужном нам месте. Разные баки, разный материал баков, соответственно, разные технологии сварки, алюминия и стали. Соответственно, под разное оборудование, под разные баки, под разный материал, разные программы. Знания, которые получили наладчики, универсальны и позволят приручить разных роботов Кука, которыми в дальнейшем и будет оснащаться производство. Сотрудник, который обслуживает роботы, который работает на роботе, должен иметь знания в очень широком спектре областей. Во-первых, конечно, физика, теоретическая механика, сопротивление материалов, в каких-то моментах даже химия. Наладчики уже передают полученные опыты и знания коллегам. Со следующего года для группы из четырех человек, в которую они входят, начнется ответственный этап. Они приступят к запуску роботов на новой линии топливных баков. Тагир Закиров, Ксения Чернильцева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. В мае этого года КАМАЗ и Эрфуртский образовательный центр заключили соглашение о сотрудничестве. И вот первый визит преподавателей из Германии не заставил себя долго ждать. Занятие для первых 20 слушателей было посвящено анализу и разбору производственных ситуаций. В частности, как реагировать мастеру на опоздание работника. Провел этот 40-часовой курс доцент Эрфуртского центра Патрик Монтей. Европейский опыт управления персоналом перенимали мастера, заместители начальников цехов, начальники производственных участков. Обучение больше походило на обмен опытом, нежели на традиционный курс лекций. Само обучение проходило, конечно, больше даже не сколько как лекционно, а больше даже в форме диалога, то есть вопрос-ответ. Посмотрели со стороны, как это выглядит на других предприятиях, которые делают свое дело в чем-то лучше нас, в чем-то хуже нас, в чем-то мы даже равны. Поэтому всегда интересно посмотреть со стороны. Специализация немецкого преподавателя – экономика и производственная деятельность. То есть, все то, что связано с людьми и результатами их работы. А где коллектив, там, как водится, и возникают проблемы. К примеру, опоздание. Очень интересные вопросы были, когда мы сравнивали опыт Германии и России. Как ведут себя немецкие и российские руководители? Такие вопросы у нас решаются кооперативно. И строгое наказание, к примеру, за опоздание – не самоцель. Лучше всего для компании, если сотрудник не боится быть наказанным. Урок господина Монтея на этот случай таков – указать работнику на нарушение, дать понять, что оно неприемлемо и предложить возможные решения на будущее. Без малого 30 лет Эрфуртский образовательный центр выполняет заказы промышленных предприятий по образованию и повышению квалификации персонала. С 2018 года в списке клиентов – КАМАЗ. Патрик Монтея – это первый преподаватель. Я думаю, что в последующем будут организованы с помощью корпоративного университета и реинжиниринга будут организованы совместные встречи, телемосты, где будут обсуждаться визиты. Обучение завершилось тестом, по результатам которого вручили сертификаты мастера производства. Патрик Монтей уверен, специалист с таким документом может управлять персоналом в различных ситуациях, более осознанно подходит к расходам и знает, как простые изменения в производственном процессе могут повысить общий результат. От себя добавим. Таких на КАМАЗе ценят. Маргарита Кузьмина, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Международный день качества накануне отметили во всем мире. Эта календарная дата своим существованием как бы подчеркивает – необходимо улучшать качество жизни человека. Расширяя ассортимент и постоянно работая над улучшением качества продукции, КАМАЗовцы про этот праздник тоже не забывают. Ежегодно проводя конкурс «Качественная игра». Его участников становится все больше. А у нас в квартире газ. А у вас? Вот такое необычное домашнее задание получили 10 команд конкурса «Качественная игра». Подготовить небольшой юмористический номер. По словам участников, эти соревнования – одни из самых любимых. Очень рады участвовать. Нам все очень… В прошлый раз мы участвовали, первый раз нам очень понравилось. Наша команда состоит из пяти человек. Туда включили мы самых лучших наших представителей службы качества. Организаторы подготовили для участников четыре этапа конкурса. Им предстояло наглядно показать, как качественно и слаженно они работают в команде. Настроение отличное, хочется победить. Поэтому, ну, тут я смотрю, серьезную подготовку у всех ребят. Вот, поэтому будем бороться, будем стараться. Пришла с очень позитивным настроением, потому что узнавать что-то новое – это всегда очень интересно, это супер. Ожидаю показать себя, как контролер УТК, деталь замерить и надеюсь, что наша команда проявит себя лучшим образом. Организаторы рассчитывают, что участники не только проявят себя в конкурсе, но и станут еще сплоченнее. Ведь они трудятся на одном предприятии во благо города. Это привлечение внимания к вопросам качества, к повышениям значимости, вопросов качества на предприятиях, процессах. И, собственно, эту цель преследует наша игра. На конкурсе «Качественная игра» отметили не только команды, но и отдельных сотрудников. Лучшие получили награды. Алсу Валеева, Эльмира Гайнудинова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Совершенствование логистических процессов, снижение стоимости нормы часа, увеличение производительности труда. Кузнечно-прессовый корпус номер 3 готов рассказать обо всех преимуществах внедрения эталонных бригад. Здесь они появляются одна за другой. А всего до конца года почетное звание «Эталонная» на кузнечном заводе должны защитить 45 бригад. Гостеприимный корпус представил нашей съемочной группе свои достижения. И надо отметить, гордость из-за результата здесь не скрывали. В число эталонных вошел нетрадиционный для кузнечного участок – механический. Здесь он появился в прошлом году. На участке обрабатывается поковка штангостабилизатора – около 250 изделий в сутки. Так, благодаря настойчивости и заводской смекалке, удалось оптимизировать внешние и внутренние логистические процессы. И снизить стоимость норма часа мехообработки более чем на 7%. Проще говоря, сократить стоимость изготовления детали. Вначале эти паковки были изготавливались на автосборочном заводе, механообрабатывались. Далее мы перевели эту механообработку уже на пределы кузнечного завода. Обрабатывание производилось в штампоинструментальном корпусе. Но все равно уже требовалось перемещение, дополнительных перевозок, ожидания погрузчика. Мы переместили это все в наш корпус. И теперь здесь, в нашем корпусе, получается уже готовая деталь. Мы ее штампуем, термообрабатываем и также фрезеруем. Успех бригаде обеспечивает и царящий здесь командный дух. Вместе спланировали, как переставить станки для удобства рабочих и оптимизации технологического процесса. Появились на участке и специальные металлические склизы. Эти конструкции очень удобны. Раньше их не было. И мы составили эскиз, и руководство нам пошло навстречу, сделало по нашим эскизам. Теперь мы не таскаем. Отличилась и бригада электромонтеров. Простое лимитирующего оборудование по сравнению с прошлым годом сократились на 30%. Большое внимание бригада уделила сортировке запчастей для ремонта. Пронумеровали все каждую ячейку. По отдельности у нас есть перечень запчастей. И сейчас, в принципе, очень легко найти любую запчасть. А внедрив дополнительный механизм, команда значительно облегчила свой ежедневный труд. Этот талин у нас используется для того, чтобы поднимать и опускать тяжелые электродвигатели с поддона на верстак и в дальнейшем ремонтировать. Идея рабочих воплотила и участок, где ремонтируется гидропневмоаппаратура. Он тоже в списке эталонных. В ходе импровизированной экскурсии по заводу нам неоднократно подчеркивали главное преимущество постоянной работы над улучшениями. Прежде всего, это комфорт для самих рабочих. А в результате вся технологическая цепочка обретает новое дыхание. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. В свои 30 лет она успешно руководит отделом на КамАЗе. За 8 лет работы в компании она прошла путь от инженера без категории до руководителя. В копилке Алины Фархулиной, начальника отдела развития системы управления, участие в нескольких перспективных проектов. Они касались электронного документа оборота, организационного менеджмента, администрирования и не только. А теперь в списке достижений и победы по итогам второго месяца игры «Звездный путь». Алина стала лидером в компетенции планирования и организации деятельности. Девушка установила рекордный на сегодня отрыв от второго места, почти в 180 баллов. Напомним, в этой игре участвуют те, кто зачислен в кадровый резерв компании. Были очень интересные задания, это межгалактическая конференция, на которой нужно было перебороть себя и выступить перед людьми. И также была игра интересная «19-17». Всем советую на нее сходить, попробовать поиграть. Она как раз прокачивает управленческие компетенции, там нужно было договариваться с людьми. Это как настоящий портал в прошлое, но выглядит как комната. В молодежном центре «Заман» открылась выставка-гостиная под названием «Бытовка», посвященная первостроителям города и автогиганта. Помимо старых черно-белых фотографий и вырезок из советских газет, здесь можно дотронуться до вещей, которые когда-то принадлежали строителям КамАЗа и набережных Челнов. Так же, как и сам город, эта выставка появилась именно благодаря им. Вот так сейчас звучит прошлое. Старые часы с кукушкой 70-х годов зазывают гостей в небольшую уютную комнату, которой помогли собрать первостроители Камского автогиганта. Идея воссоздать быт того времени родилась еще 10 лет назад и долго вынашивалась. Но основную часть экспонатов челнинцы принесли в преддверии столетия комсомола. «Десять лет назад уже здесь был музей. Часть экспонатов была еще с того времени. Но вот сейчас, на сегодняшний день, около года нам потихоньку люди приносили то, что есть какие-то комсомольские билеты, флаги или еще какой-то материал, который мы здесь и разместили». Организаторы выставки в первую очередь хотели показать и рассказать новому поколению о тех, кто когда-то приехал строить автогиганты город. И хотя комната в прошлое открылась совсем недавно, она уже нашла отклик у челнинцев всех возрастов. «Каждый сегодня приходит и говорит, ну надо же, эти же кровати были, где вы достали эти кровати? Кто-то обращает мне в сундук. И я говорю, потому что традиции мы сохраняем». Этот огромный архив – знамена, памятные записки, личные вещи, предметы интерьера – получилось собрать в первую очередь благодаря бывшим комсомольцам-камазовцам. Организаторы надеются, что на примере именно таких живых музеев нынешняя молодежь, вероятно, захочет рассказать новую историю будущим поколениям челнинцев. Кристина Маматова, Любовь Захарова, Эльнар Мустафин, Вести КамАЗа. «Итак, свершилась. Задача, поставленная в начале сезона, выполнена. Команда «Профсоюз КамАЗа» отобралась в высшую лигу чемпионата Центра любительского футбола Набережных Челнов. В стыковых матчах наша сборная смотрелась более чем убедительно. И сумела добиться тех результатов, на которые тренер и игроки рассчитывали в ходе всего чемпионата. Затем, как проходила финальная футбольная баталия сезона, вместе с самыми активными болельщиками наблюдала и наша съемочная группа. Попасть в высшую лигу Центра любительского футбола команда «Профсоюз КамАЗа» стремилась давно. В этом году, закончив сезон с бронзовым результатом в первой лиге, у ребят появился реальный шанс подняться еще на одну ступень в своей спортивной карьере. «Сказать про команду, представленную работниками завода, это что отличает от других коллективов, это все-таки подход к делу. У них есть определенные задачи, цели, к которым они постепенно, постепенно, но идут молодцы». Ни дождь, ни слякоть не смогли помешать футболистам «КамАЗа» добиться заветной цели. Оба стыковых матча с командой «Трак-ресурс» они выиграли с разгромным счетом 6-0 и 4-1. «У меня вообще молодцы мальчишки, выполнили все, что нужно». «Синя забил первый гол, с этого и началось, сегодняшняя наша победа. Спасибо всей команде». «Ребята молодцы, отработали этот год очень хорошо, тренировки сказали свое. Благодаря этой победе мы сейчас в самой сильной лиге любительского футбола нашего города, высшей лиге». Что будет дальше, покажет следующий сезон. Пока же футболисты принимают поздравления от своих верных болельщиков и празднуют победу. Екатерина Романова, Андрей Буслаков, Вести КамАЗа. Новостей на сегодня больше нет. Снова встречаемся 19 ноября в 18.00 на телеканале Челны ТВ. И не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости автогиганты и города там обновляются ежедневно, без выходных. На этом нам Ксения Чернильцевой. И Павлу Мехну остается только попрощаться. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова